Здравствуйте! Осень в этом году выдалась солнечная, и я думаю, что дачники не могут на нее пожаловаться. Они успели спокойно переделать массу дел и подготовить свой сад к зимовке. Но еще не все сделано. И сегодня мы в гостях у Геты Николаевны Осиной, чтобы продолжить подготовку к зимнему сезону. Гета Николаевна, ну как проходит Ваша осенняя работа в саду? Что уже сделано? Ну, подготовка в садах зиме практически еще не началась. Ах! А многие, я знаю, что уже сезон-то заканчивают. Ну, я здесь живу. То сегодня я хочу рассказать о хранении георгин. Выкапывает георгины не сейчас, а немножко поздней. То есть, когда заморозками будет повреждена верхняя, их верхняя часть. Ну, это просто вам повезло, у вас не было заморозка. Очень у многих уже они померзли. Да, да, да. Перед наступлением заморозков, недели за две, их просто окучивают повыше, чтобы не подмерзла корневая шейка и низ куста. Значит, выкопали. Так, дальше мы их обрезаем. Обрезаем где-то в сантиметрах двух. То есть, сразу обрезаем низко? То есть, сразу мы их обрезаем низко. Постараемся сохранить как можно больше земляной ком. То есть, мы не делим ничего? Не делим ничего, не отряхивая. И не обрезаем вот эти корешочки. Почему не обрезаем? Чтобы не было ранок, чтобы не было лишнего испарения. Нам же надо их сохранить живыми и здоровыми, эти клубни. Так же, как и свеклу, например, ранее не обрезая хвостиков. И вот в таком виде мы их укладываем на поддоны, в ящички деревянные, или просто на что-то подословное, там, картон, мешковина, обязательно с наклоном вниз. Почему? Потому что в полых стеблях может сохраниться влага, а нам это никак не нужно. И в таком положении, если есть возможность, надо их держать как можно дольше. Мы их каким-то образом упаковываем? Нет, нет, нет. Не упаковываем. И чисто вот в таком открытом виде, или в сарае, в сарае в холодном, в гаражах, в спритбаннике, у кого какие возможности у дачников. Я так держала их по целому месяцу. Вот эта земляная капсула, она вся подсыхает. Засыхает так, что совершенно твердой становится. И вот эти земляные перегородочки между корнями, они не дают распространяться болезням. Мало ли, если вдруг заболеет какой-то корешок, то от соседнего он угорожен земляной перегородочкой. Так, и когда вот это все подсохло, тогда можете их тогда уже поставить вертикально, или уложить поплотнее друг на друга, у кого какие возможности хранения, и убирать на хранение в подвал. Температура хранения, температура хранения плюсовая, желательно не больше 6-7 градусов, ну и чтобы не опускалось. Гета Николаевна, ну вот у меня в этом году георгинов много, а места мало. И я решила, что я прямо с осени поделюсь этими георгинами и раздам часть. Так что мне тогда делать? Ну а весной, ах, места для хранения мало. Места нет. Ну и есть еще множество способов хранения. Так, и можно их поделить, вымыть чуть-чуть, посушить чуть-чуть, чтобы они не сморщились. Можно покрыть парафином. А можно в пищевую пленку попробовать завернуть? Вот этого я не пробовала. Можно в глиняную болтушку окунуть. Лучше в глиняную болтушку. Сделать глиняную болтушку, окунуть. И можно в коробки переложить с фагнумом, переложить газетами. Самое главное, чтобы они не пересохли. Георгин Николаевна, ну если георгины у меня уже несколько лет живут, то бегонии в этом году я посадила первый раз. И вот, наконец-то, нужно их уже или выкапывать, или не выкапывать. Они у меня живут в вазонах. Что делать? Ну вот, видите, их пока... У вас тоже в вазонах, да? В основном, да. Это незаменимый цветок для контейнеров и для тени, в том числе. Если позволяет место, вы можете прекратить полив, дождаться, когда подсохнет вверх, обрезать и оставить где-то там под ванной. Георгин Николаевна, вот у вас, я смотрю, еще бегония зеленеет, а у меня уже прихватило морозом. Что делать с верхушечками? Ну, они не совсем сгнили. Они еще... Еще есть, но такие уже, да. Бегонии убирают их, я, вернее, убираю их, храню по тому же принципу, что и георгины. То есть, когда чуть-чуть слегка прихватят первыми заморозками их, я вытаскиваю их с контейнера, стараюсь сохранить земляной ком. Так, и ставлю вот в таком виде, вертикально, в какие-нибудь картонные коробочки. Это с тем, что пока подсыхает вот эта земляная капсула, чтобы питание, какое еще было в листиках, оно ушло в клубень. Ну, если уже все, значит, у вас побило морозом, тогда обрезайте корешочки. Обрезаем. Перекладывайте в коробку картонную, перекладывая. То есть, стараясь оставить этот же земляной ком? Стараясь оставить этот же земляной ком и перекладывайте газетками, бумагой и на хранение в подвал. А вот я знаю, что некоторые хранят это в холодильнике. Ну, если нет подвалов, да, тогда очищают эти луковки, протравливают их в марганцовке. В марганцовке? Да, в этом розовом растворе. А очищают, когда уже кул засохнет? Нет, нет, очищают сразу. Протравливают марганцовки, слегка подсушивают. И в пакеты, ну, желательно туда тоже добавить или сухую стружку, или сухой морс, хранят в холодильнике, в отделе для овощей, если нет подвала. Гита Николаевна, вы сказали, что сад к зиме еще не готов. А какие сейчас растения требуют особенного внимания? Так, ну, уже кончает вегетация, и пора убирать водные растения. Те, что у меня маются в контейнерах, вот в таких вот смешных водоемчиках, пока не выкопан пруд. А какие именно растения? Это немфеи, сортовые немфеи, в белой и розовой красной окраске, это стрелолисты, это понтедерия сердцевидная, ну, и прочая мелочь разная. Так, я их храню в подвале, в тазах с водой, просто вытаскивая их вот из этих так называемых водоемчиков. Они там в горшках? Они там в горшках, да. Вот, и ставлю в подвал. Время от времени подливаю туда воду. Спасибо огромное, Гита Николаевна. Желаем, что можно пожелать дачнику, чтобы сад его перезимовал без потерь? Зимы без сильных морозов, зимы без часа хоть кипели. Нормальной, спокойной зимы. Субтитры подогнал «Симон»!